В этом уроке мы продолжим знакомиться с окном. На этот раз мы научимся переключаться между окнами. Как обычно, сразу приступим к делу. Для этого урока нам понадобятся два окна, находящихся в обычном оконном режиме, то есть не развернутых на весь экран. Сначала откроем двойным щелчком окно с файлами пользователя, затем откроем окно компьютер. Обратите внимание, что на панели задач в группе «Папки» появилось две одноименных миниатюры. Помните о них, они нам еще пригодятся. Итак, у нас открыто два окна. В Windows есть такое понятие, как активное окно. Таким окном может быть только одно окно. Активное окно – это такое окно, которое находится поверх всех остальных окон. Вот, например, как сейчас окно компьютер. Как видите, оно перекрывает собой окно с файлами пользователя. Обрамление активного окна подсвечено более ярким цветом, в отличие от всех остальных окон, которые находятся на втором заднем плане и имеют более блеклое обрамление. Итак, как же переключаться между окнами? Очень просто. Надо лишь щелкнуть на то окно, которое вы хотите сделать активным, но щелкнуть надо по пустому месту этого окна, а не на какую-нибудь кнопку. Вот так. После щелчка это окно моментально становится активным, а все остальные уходят на задний план. Но что делать, если активное окно полностью перекрывает собой все остальные окна? Ну, во-первых, как вы догадались, можно просто его подвинуть, а затем переключиться на другое окно простым щелчком. Но можно сделать по-другому. Как вы помните, любое окно отображается на панели задач. В данном случае в группе папки. Здесь мы тоже можем переключаться между окнами. Мы видим, что на самом деле у нас открыто два окна. И чтобы переключиться на другое, нужно просто щелкнуть по его миниатюре один раз левой кнопкой мыши. Вот так. Простым щелчком левой кнопкой мыши по миниатюрам окон мы можем переключаться между ними. Здесь важно заметить, что в группе папки находятся только открытые папки, а для всех запущенных программ создается своя кнопка с соответствующим логотипом. Давайте на это посмотрим. Запустим программу блокнот. Нажимаем кнопку пуск. Щелкаем на все программы. Затем на пункт стандартные. Находим пункт блокнот и щелкаем по нему один раз левой кнопкой мыши. Запустится программа блокнот. Писать мы здесь ничего не будем. Просто посмотрим, как она отображается на панели задач. Сразу обратите внимание, что на панели задач появилась новая кнопка с соответствующим логотипом программы блокнот. Эта кнопка отвечает за все открытые окна программы блокнот. И если мы откроем несколько программ блокнот, то все они, по аналогии с папками, будут группироваться в этой кнопке. Давайте на это посмотрим. Запустим еще одну программу блокнот. Нажимаем пуск, все программы, стандартные, щелкаем один раз левой кнопкой мыши на блокнот. Как видите, теперь у нас открыто две программы блокнот. Кнопка на панели задач стала многослойной. При наведении курсора на нее появляются миниатюры окон программы блокнота. Переключаться между ними можно точно так же, щелкнув по миниатюре один раз левой кнопкой мыши. Подведем итог. Как вы поняли, все открытые окна отображаются на панели задачи. При этом однотипные окна группируются в одной кнопке, чтобы не создавать беспорядка. Переключаться между окнами вы можете простыми щелчками мыши. Либо используя миниатюры на панели задач. Обязательно попрактикуйтесь переключению между окнами. Перемещайте их по рабочему столу. Щелкайте по ним. Попробуйте переключаться между ними, используя миниатюры на панели задач. В общем, проделайте все манипуляции, данные в этом уроке. В конце урока закройте все окна, нажав на крестик. Когда закончите практиковаться, переходите к следующему уроку, где вам будет предложено выполнить пару упражнений на закрепление материала. Продолжение следует...